С Магвирьми? Не, не! Боже, какая-то жестока! Ааа, Диабло! Вот она! Вторая часть второго сезона Слизи, которую мы заслуживаем! Эрин Йего! Как тебе водичка? Они вообще живые! Привет! Нравится аниме о моём перерождении в Слизь? Тогда тебе однозначно может быть интересен сайт goodbrillok.ru Ведь на нём ты можешь найти массу крутых товаров с атрибутикой из этого самого аниме! Кружки, футболки, сумки, плакаты, да хоть брелки! Недаром сайт называется Goodbrillok! А если не знаешь, что выбрать, но чего-то выбрать хочется, есть коробка с сюрпризом, заказав которую вы получите сразу несколько товаров с соответствующей атрибутикой! Поспеши выбрать свой подарок и сделать заказ! Ведь специально для тебя у меня есть промокод, по которому тебя ждёт скидка! Набирай шарох и забирай свой скидок! При заказе от 2500 рублей получай сертификат ещё на 500 рублей! Ну и, наконец, немного коммуникации! Напишите в комментариях к заказу привет от канала Шарон, а не Libria.tv Мне будет приятно, а вы так ещё и подарок за это получите! И всё это на goodbrillok.ru Все ссылки ты найдёшь в описании! Начать подключением! Дорогие зрители, вы просили, вы ждали, вы ставили лайки! На первую часть как озвучивается о моём перерождении в слизь и, пожалуйста, получайте! Привет! Сегодня мы с вами озвучиваем четвёртую серию второй части второго сезона аниме о моём перерождении в слизь 2! Как много двоек! Удивительно! Сразу вам скажу, что сегодня я заменяю Адоса, потому что он уехал в отпуск на целую неделю! И если бы я его сегодня не заменил, то серия бы не вышла ещё целую неделю, а может даже больше! Поэтому не надо обменять нас в том, что вот почему вы постоянно из серии в серии меняете голоса! У нас так построена работа, что если человек не может вовремя записать по тем или иным причинам, уважительным, неуважительным, неважно, мы его заменяем! И серия выходит всё равно вовремя, и всё равно в хорошей озвучке, потому что у нас озвучивают классные ребята, которые могут заменить, и это всё равно будет звучать хорошо! Также сегодня в выпуске с нами снимается и Сильв! А всем чаёчка! Ну и что ещё хочу сказать? Анилибрия.тв, ребят! Наверное, одна из самых популярнейших озвучек в интернете на аниме о моём перерождении в слизь! Скорее всего, каждый третий или даже каждый второй человек смотрит это аниме с нашей русской озвучкой! А может быть, даже каждый первый! Пишите в комментарии, в какой озвучке смотрите вы! Надеюсь, что в нашей! А мы... Начинаем! Так, здесь у нас разговаривает Римуру. Темпест и магическая династия Сорион открыли дипломатические отношения. Это уже третья признавшая на страна людей. Ля-ля, всё в темпесте хорошо, от слезёнок говорит. Уже и кот орёт за дверью, как обычно. Раймирис тут тоже читает мангу, прикольно. Кстати, а зачем она так к нам прилетела? В самом деле зачем она прилетела? Просто так. Уже и сама забыла зачем. Так, зачем я к вам прилетела? Сейчас будем выяснять. Ой, тоже хочу коктейльчик. Это слуга, которого я создал Рамири взамен сломанного голема. Голема. Это слуга, которого я создал Рамири взамен сломанного голема. А, я вспомнила, что за кукла. Это Еремура создал место Голема. Так, её сделала Хека. Так, я пока молчу. Всё, Изи пока катка. Первая минута изичная идёт. Госпожа Рамирис, сейчас не время продаваться чтению. Она что, мангу читает? Слушай сюда, я только что встретила свою судьбу. В смысле свою судьбу? Всё, короче, она залипла на мангу, понятно с ней всё. Кого же выберет девы из этой манги? Чудесного и неповторимого минут... Понятно. Он на дворе трава не рубит трава, на дворе двора Клару Клары. Украл Калары, а Клару у Карла украла Писюн. Пусть будет классика. А то люди не знают, откуда взялась. С короковоркой, не помню, со слушателей ещё. Чудесного и неповторимого... Всё равно не помогло. Чудесного и неповторимого манускрипта. Если не хочешь, чтобы я тебе концовку рассказал, отвечай, зачем прилетела. Конечно! У меня вообще такие же глаза. Боже, какая-то жестока. Вот никто не любит спойлерщиков, наверное. Знаете, я понимаю, что страна Tempest будет уничтожена, но поскольку там такая пауза, я думаю, можно сказать, что ваша страна Tempest будет уничтожен. Потому что Tempest всё-таки в мужском роду, да? Ваша страна Tempest будет уничтожен! Короче, хотят Tempest стереть нафиг. Пошёл, а, драйвовую. Анилибрия.тв представляет о моём перерождении в слизь. Серия сороковая. Переполох на совещании. Тут шарон зазвучал, вообще красота так громковата. Ну, это всё здорово. Но я не желаю Tempest у погибели. Коротковатая фраза. Ну, это здорово, что ты уже слышал. Но я вот не желаю Tempest у погибели. Только без паники соберись. Это я когда надо озвучивать, и у тебя осталось полчаса, а ты решила запустить везде стримы. О, она сейчас будет рассказывать много, о божечке. Так, предложил князь Тьмы Клейман. Клейман, Клейман вроде бы. Э, э, мы решили, что, э, не клей, никакого клея. Клейман. Так, предложил князь Тьмы Клейман. Из-за него в Альпурге его ночь готовится. Чуть дальше. Из-за него в Альпурге его ночь готовится. Это же ночь, когда вампиры вылезают наружу, нет? Ой, вы что, не смотрели Мадоку? Это же самая сильная ведьма. А, и что это за ночь такая? Так называется пиршество князь Тьмы. А, пиршество тут князь Тьмы, ну, да. О, спасибо за огоньки, за алмазики и всякие вкусняшки и леденцы. Спасибо, ребят. Так называется пиршество князь Тьмы, и в это время у меня летят леденцы. Спасибо, ребят, спасибо. У меня пиршество княги Тьмы чисто тут. Особое собрание, куда приходят все князья. Это Кремура же тоже теперь должен быть там, по идее. Ага, вот и мой этот главарь какой-то там, какого-то города. Это мой персонаж. В древних текстах об этом событии сказано следующее. Князь Тьмы собрались и прогремел горн войны. Князь Тьмы собираются вместе, пьют чай и обсуждают всякие интересности. Вот и все. Классно, Вальпургиева ночь. Они это с таким пафосом раньше рассказывали, а это просто чайпитие, конечно. Понятно. О, ну князь Тьмы собираются вместе, пьют чай. Ребят, у кого есть чай, компай. Давайте, ребятки, с чайком, чок с вами. У нас тут почти Вальпургиева ночь, Вальпургиев вечер. В этот раз на призыв Клеймана откликнулись. Фрея. И вместе с ней Мелим. Эна, их мы уже видели. Они, собственно, и в раз они уничтожили втроем. Тема такая. В лесу Джуры возник совершенно новый центр силы. А глава тамошней державы объявил себя князем. Все. Ай, не успела. Сейчас, сейчас, она очень классная пародирует. Сейчас попробуем это все изобразить. Блин, не успеваю. Она все очень смешно такая. Все, говорит. Тогда уберем тамошней и сделаем этой. Той. А глава той державы объявил себя князем. Все. Кстати, Римуру, ты серьезно себя князем? Князем объявил. Кстати, Римуру, ты серьезно себя князем объявил? В нашем деле есть негласное правило. Хочешь кого-то наказать? Кого? В нашем деле есть негласное правило. Хочешь кого наказать? Вперед и с песней. И Клейман такой с песней. Римуру сейчас тебя накажем. Но Клейман в Вальпургиеву ночь созвал по другой причине. Он объявил о предательстве князя Кориона. Клеймон, Крион, я что-то думала, это один князь разный, я уже забыла. Как это понимать? А, Крион у них главный, у этих ребят, у зверосуществ, всё вспомнила. Да, орёдка. Вы ещё кто такие? Приспешнички Криона. О-о-о. Слишком наигранное. О-о-о. Нормально. Только на меня вам рычать бесполезно. Класс, она сказала, они же зверолюди, а она им такая, хватит рычать, зверолюди. Ну, а заодно сказал, что Мюлан, в общем, моглюдка эта служит Клеймону. Он её не убивал, вон она стоит. Да что с тобой? Почему спокойно-то? Ситуация вообще-то аховая. Вот же гадёныш, не ожидал, что он настолько умный. Это Римурка, этот Хико меня озвучит. Вот же гадёныш, не ожидал, что он настолько умный. Да тебе сейчас надо вообще-то как у горелому по городу носиться. Психанула, фея психанула. Да к тому, что Мюлан жива, вон она стоит, посмотри. Успокойся. И для начала пойми, что никакую Мюлан я не убивал. Ты к чему клонишь? О, а вон она жива, целёгонька стоит. Вон она, покажите её. Ага, привет. Всё, обосрался, Клейман? Жива она? Это меня зовут Мюлан. И меня ненавидит Диджидирус. Да там вставка с Диджидируса. Литара, найди её, как он хочет убить Мюлан. Слушай, да лучше бы она там сдохла, чем вот все вот эти вот макгвери. Даже сердцем. Лучше бы она. Я превратился. Все стадии принятия, отрицания и прочего, да? А, я поняла! Значит, настоящий преступник Клейман? Интересно, там мимика такая вот в этот момент радужная. Детектив, блин. Ну не зря же я великий детектив. Меня так просто не проведёшь. Я же говорил, детектив. В основном, конечно, деваки пока разговаривают. А может, хватит разговоров? Может, уже махать пойдёт какой-нибудь, а? А уже три серии трындят. В этом месте уже три серии трындят. Серьёзно, хватит. Уже реально надоело. Ну как, хватит тянуть? Дайте их, Шона. Клянусь титулом бабули. Ни хера себе бабули, лаляшка. А ну замолчал? Вы кого бабкой зовёте, дурни? Сама себя так назвала. На неё ещё манго так быстро повлияло. Да в этом мире, походу, на всех манго очень быстро влияет. Так, просто как будто наркотик из Японии. Как думаешь, что будут делать остальные князья? А? Понятия не имею. Великий детектив просто на максималках. Мне просто передали, что скоро будет Вальпургиева ночь, и что надо будет обязательно на неё прийти. Да ни хера не знает. И когда хоть её проведут? Дай подумать. Один или два. Через три дня в ночь после... На новолуния. Один, два, четыре, три. Минут десять пятна... Минут пять десять пятого. Четыре пять десять пятого утра. Ага, стопендер, стопендер записывай. Через три дня в ночь на новолуния. А, не успевай, нифига, две минуты осталось. Я только на восьмой. Шарь, они будут бесконечно говорить. Шарь, когда они закончат? Чего они такие разговорчивые? Ты же не будешь против, если я сделаю здесь вход в свою... Вход. Ты же не будешь против, если я сделаю здесь вход в... Да почему я не могу сказать вход? Ты же не будешь против, если я сделаю здесь вход в... Просто очень мало времени осталось, я начинаю волноваться Ты же не будешь против, если я сделаю здесь вход в своё подземелье? Кх-кх-кх, нормально Нет, конечно, разбежалась Чего? А, блин, как Собянин, хочет всё разрыть, своё метро прокопать Ну, в общем, читаю дальше Эй! Да вот именно, тебе пришло время помолчать, потому что время Похоже, до конца нашего совещания ещё очень и очень далеко Блин, похоже, до конца нашего совещания ещё очень и очень долго, ну, конечно Походу, ещё на три серии растянется, классно Возвращаемся через три серии, друзья Поэтому мы решили устроить небольшой перерыв Так, они решили устроить перерыв, а у нас нет О, горячие источники, май-май-май Ребят, с ТикТока идите на Твич Там такое Ха-ха-ха О, видно там, видно там Я сейчас открою чат Твич, а Решили сделать перерыв, серия с источниками Правильно! Идеально! Вот она, вторая часть второго сезона с Лизей, которую мы заслуживаем Сиськами меряются, парятся в баньке, пенка все закрывает, сочно так, что не разглядеть ничего, иначе на телевидении это не пропустят, этого нам не хватало Зато можно чилить и смотреть, чилить и смотреть, о, мужики сидят, о, мужики сидят, сейчас буду я теперь чилить, нифига не чилить и смотреть там особо не на что Чего мы там, как говорится, не видели, да? Ой, щекотно же, а! Им это куда стоит? Ну хватит! Ну как куколка маленькая? Я же могу помыться и сама! Я забыла, кто какую из этих дряд озвучивает Госпожа Рамирис, не стесняйтесь Да, пожалуйста, позвольте нам помыть вас Дряды извращеньки Судя по звукам, им там весело, надо было тоже на женскую половину идти А тут все серьезно, ха-ха, надо было тоже на женскую половину идти, а у нас с мужиками сидит Ах, какая замечательная у вас банька! Да, водичка пробирает, да, больше, вот так вот, больше, вот так вот Не давить связки просто куда-то внутрь, а просто на вдох, больше на выдохе Такие ло, ложные низкие сделать надо, ложные низкие, ложные низкие, вот Голос сразу, кажется, ниже, но при этом ты связки не напрягаешь, вот прям совсем Потому что ты на выдохе все, на выдохе Помогаешь себе как бы воздухом Эрин, милая моя, как тебе водичка? Боже, что ты делаешь, дурак, не ори! Это же смущает, капец! Ну вон, таз летит в щи Эрин! А, Эрин Ега, блин, я просто Эрин Ега! Как тебе водичка? А вот тут я слышала из-под двери, как швыри орал Эрин Ега! А Эрин ведет себя как брат, чувствует как Зика Она зашвырнула, бейсбольный такой бросок ведром в него Ну что ж, значит решено! А, и бухнуть, ой, огурчиком Ой Тут бухают, что-то купаются Где девочки? Девочки там обжимаются Ну, было бы странно, если мальчики обжимаются А это кто? А, куколка ее Я тоже туда хочу Во, пошли кадры Сочные, пикантные А это кто? Ха, а ты че тут? Слушай, а ты не заржавеешь? Действительно Ого, кимоно с арбузиками Как, как, как классно Хавка пошла, ооо Как мы сегодня какие все покушали Я думаю, у нее акадский балахон А у нее это с арбузиками просто, кимоно Эти милые девчушки хлопучат вокруг меня и балуют Почему это так? А чем ты недовольна? Ну ты, а чем она недовольна? Мазохистка, что ли? Хочешь, чтобы ее обижали? Как раз всем довольна! Поэтому, Ремуру, я решила, что буду теперь жить здесь Боже мой Хватит решать уже все самой Жадина, жадина, жадина! Сплевала, унитур, по-моему Великий Ремуру, мы с сестрой обязательно присмотрим за госпожой Обязательно-то не ложиться, уже было Она же сказала, обязательно тебе помогу Татология получается сейчас Великий Ремуру, не волнуйтесь Мы с сестрой присмотрим за госпожой Мы молим вас о положительном ответе Хорошо, я подумаю Вот это наш Ремуру, сговорчивый и добрый! Хе-хе-хе Ельдора, красавчик! Обожаю этого персонажа Вот прям больше всего обожаю Вот такой прям Зажигательный прям Ух! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Ух, а не слышно шарю Красиво сказываю Ельдору Надо торопиться Понимаю, совещание затянулось Серия затянулась тоже С таким довольным видом стоит Я не могу Грудь вперед свою Там какого пятого размера Ух, выкатила Ну, допрос Пытки Только это явно не было допросом Скорее, нечто более темное и страшное Гораздо Скорее, нечто гораздо более темное и страшное Неужели, что он кормил их своей жратвой? Ничего себе, это что? Что они с ними сделали? Они вообще живые? Первый Эда Эда Нончик Эда Кто? Вот этот шарь предупреждал, что она будет забавные имена читать Прямо как я читаю Ники, короче Сейчас пойду Они пробудили в нем жадность Что это? Нет, это реально кадр из фильмов ужасов какой-то Кошмар Да, мы выяснили, кто дергал за ниточки И его зовут Как бы Его зовут Неманетубу Как Не, это она Николас прочитала Неманетубу? Господи, эти имена Рейхайм Рейхайм Или Рейхайм И если верить тому, что сообщил архиепископ Рейхайм Да я не могу, я сама себе говорю, сама себе отвечаю, саму себя поправляю Блин, как мне это было успевать? Скажите, блин, я реально не делаю сотни дублей Я стороплюсь По два-три И если верить тому Короче, это надо будет переснять для как озвучиться Потому что я не успеваю ни нормально пошутить, ни нормально среагировать Это просто какой-то, блин, спидран и дофига моих слов И название еще каких-то имен Я начинаю беситься Уже 16 минут Сейчас голос реально не будет таймить из-за меня То за ним стоял кардинал Николас 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 Шперт Шперт То за ним стоял кардинал Николас Николаус Он не Николас, он Николаус Я сама, блин, шо он? То за ним стоял кардинал Николаус Шперт Вот Вот А Вильдора все равно Кушает и кушает Че какие-то собрания, да, скучные Пятнадцатая минута Давайте, Ремуру, поговори Поговори, Ремуру, давай Молодец, Ремуру, говори Если это так, позвольте мне прощупать почву Я объявлю на весь мир, что Дварган наладил торговлю с темпистом Мужики говорят, мужики говорят Ура Сейчас, мужики болтают Также Сорион объявит о начале дипломатических отношений с Вагми... Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ С Вагмирьми С Магвирьми? Не Не С Вагмирьми Да, идеально Спасибо за угощение А, Вильдор халывает Все, чил пошел, Ремуру болтает Да нет, что он склеилось Вы, видимо, про того запуганного мужчину? Что он с ними делал? Ну, они покажут этих путок? Мне, блин, почему-то интересно Что он из себя представляет? Ой, Диабло подъехал Он был не более чем пешка, не способная ни на что Ааа, Диабло Мотать, мотать Времени нет, не времени нет Сверху жарко стало Как его звали? Ха-ха-ха Как его звали? Рамен Раманом 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 Раманом? Я ж, черт знает, сколько лет Рамана уже не вкушал Черт знает, сколько лет Рамен не кушал Раз речь о волшебниках, в Фалмусе жил великий маглюд Рейзен Да, Рейзен прочитала как Раман Ну, прям как я О нем забывать точно не стоит Его часто зовут мудрецом О, это кошечка Хека Все хорошо Мужчина, опознавший таинство магии Он ведь еще и юнцом был А, этот который вселился, что ли Да, точно Одним из тех, кто на город изначально напал Да, точно, он напал на город Я его вспомнила А сейчас мудрец высосал его жизни И вселился в его тело Использовал его как сосуд, блин Я к Саске Арчумару собирался Он точно не какой-то старый волшебник Он даже не старый, а мудрый, наверное Он точно не какой-то мудрый волшебник Она не спалила Пытала-пытала, а не спалила О, подрубился великий мудрец А, вот она и подскажет ему Внимание Если использовать тайную магию духа То становится возможным сменить свое тело Да, да, великий мудрец же есть Он подскажет ему Охо Охо Бедный эшион Диабло хохочет И Диабло не оставило ему шансов? Сразу видно, большой талант Да, Диабло хорош, хочу увидеть, как он раскроется А вместе с ними этот Резен поедут с тобой в Фалмус Ля-ля-ля, разговаривает Ремуру Но прихвати еще Диабло Как? Что, почему я не хочу остаться с Ремуру? О, у Вильдора, кстати, такой красивый Валахон с драконом, идеально Ну, кимононы скорее Будет исполнено, великий Ремуру Ну что, никто из моих больше ничего не хочет сляпнуть? Я неужели, кажется, закончила, да? Спасибо, Рамири Спасибо, Рамири, что Жажда 70 сабов до конца Спасибо, Рамири, что предупредила заранее Рамирис, молчи Да будет славным именам нашей княжны Как они ее полюбили И пошла читать мангу Сой Я Сой красавчик появился Все красавчики Много красавчиков в слезе Ну, папа Эрн не особо симпатичный Но это гамунка всего лишь Так он и не как красавчик, папочка эльф Молодой, такой прекрасный, с ушками Так, такой безэмоциональный Тупая просто Низя В его армии 30 тысяч воинов Как ты свое это озвучил? Это значит их командующий? Ах, мне он заговорила Ямаза Ямза Ямза, средний палец Ямза, средний палец Средний Куда я перемотала назад? Где Ямза, средний палец? Где он? Ямза, средний палец Я не буду показывать средний палец Это неприлично Средний палец? Это типа, что он там показывает своим врагам? Сильнейшие слуги Клеймана Получают право называться пятью пальцами Клейман с ними играется Я к своей ладошке Все серьезно, тихо Да, опять имена А, это что? Ада, кто? Адальман Адальман указательного Девятиглав большого Девятиглав, блин, девятихвост Перо на мизинце Я как будто, блин, дьявола вызываю А она такая, сын, вкусная Ты нахер, сама я звучит Для меня она даст Ладно Куда мне еще персонажей? Мне хватит Я же была безымянного Безымянного Поэтому все и хотят на ней жениться Клеймана дарил Ямзу Демоническим клинком Клинком Возможно, мне уже некуда спешить, кстати Так что, можно успокоиться Клеймана дарил Ямзу Демоническим клинком холода За это он получил прозвище Ледяного мечника Ледяной мечник Это, короче, что-то Это сын Кирита и Эздос Ледяной мечник Я должен его озвучить Все Не отдам Он жестокий и подлый Ну, Маман пошел Явно не в Кирита Из-за этого мы никогда не ладили Ну да, ее тут заставили Римура, дата его как пять пальцев Обоссать Знаете, здесь фраза Как пять пальцев об асфальт А потом делали А, как два пальца об ассальт А потом как два пальца обоссать Короче, думаю, Римура их раскатает Если, конечно, они когда-нибудь перестанут говорить И начнут, блин, экшониться Но при этом подготовил всего лишь 30 тысяч И правда маловато Маловато экшена И правда маловато Давайте Так может быть он и не собирается нападать сюда Так может быть уже пойдем у нас сражаться? Зверокоролевство? Зачем ему это надо? Чтоб вас обвинить, блин! Оооо Ответ Предположительная цель Ц-цась-цась-цась Предположительная цель князя Клеймана Пробуждение как истинного князя Тьмы Они ему как жертвы нужны Однако его подход полон ошибок Он пришел к неверным выводам И опираясь на них Скорее всего собирается Вырезать все население Евразании Ни хер рассе Ну да, как жертву Угу Убить беженцев и стать истинным князем А каково им сейчас это слышать? Там весь их народ Усчитывая его позицию, войско Клеймана способно дойти до Евразании за два дня. Ух, чертов Клеймана-то! Милый камшит! Так, шум я уже записывала. Эндинг мотаем, эндинг мотаем. Далее. Ночь перед битвой. О, не сплю, и ночь перед боем. Ночь перед бритвой, блин. И в следующий раз еще ночь, они будут еще болтать, еще мыться, еще гжжжжать, и будут воевать только в последней серии и обрубят наполовине. Ха-ха! Конец, конец, конец. Ура, конец. Ко-не-ец. Ночь перед битвой, ночь перед битвой. Блин, тут хоть прям мы... Так, все, сохраняемся. Ха-ха-ха-ха! Ну, что ж, друзья, такие вот пироги, такие вот слизняки, такие вот озвучки аниме у нас получаются. Мы справились. Всем пока, удачки, спасибо, что смотрели нас. Да, как вы там еще делаете? Оп. Ха-ха-ха! Спасибо большое, что смотрели выпуск, как озвучивается. Надеюсь, что-то получится сделать. Если надо, будут переснимать. Прости, дитара и шарон, я очень торопилась. Надеюсь, что это вышло нормально. Подписывайтесь на канальчик Шарона, на все мои канальчики тоже. Муа! Ня-ня-ня! Надеюсь, это было хоть как-то, хоть как-то, вот я сказала. На прощение для выпуска, если нетрудно. Ха-ха-ха! Я в этот момент прочитала! Стараемся для вас каждый вторник озвучивать по вечерам. Сразу, как только появляются субтитры, чтобы вы могли посмотреть серию в тот же день, ну или ночью. Это очень быстро, по меркам того, за сколько мы озвучиваем вообще. Вот, у нас в целом сроки 4 дня, но мы стараемся озвучивать прям за 12 часов Потому что слизь, мы понимаем, что релиз супер топчик Вы ждете каждую серию, каждую неделю И, конечно же, приятнее смотреть в озвучке А еще приятнее смотреть в озвучке, которая радует слух Где голоса подходят персонажам, где женских персонажей озвучивают девушки А мужских парней И желательно, чтобы их было несколько, но вот в этой серии, к сожалению, получилось так, что мне нужно заменять Атоса Но, тем не менее, серия озвучена И в ближайшее время вы сможете, скорее всего, насладиться Спасибо вам за это Спасибо, что выбираете нас Вы смотрели, как озвучивается аниме «Моим перерождением в слизь» часть 2 Это была четвертая, или же шестнадцатая серия второго сезона Спасибо, что выбираете нас Всем сау! Титры Занавис Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»